День рождения на двоих. Глава государства Игорь Дадон отмечает сегодня юбилей. Ему исполнилось 45 лет. Свой праздник президент разделил с двухлетним малышом из Еловен, который растет в семье с особыми потребностями. Вон, иди меняться. Знаю, мне что не то. Что, 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 что. Приможен, я считаю. Кто, что, что, должен быть приседать, пожалуйста. Здорово, кто, обед? Я тебе, пожалуйста, кудом, проживем. Наталья и Валерий Барбуца из Еловен прикованы к инвалидным коляскам. Молодые люди много лет жили в одном из приютов для людей с особыми потребностями. Там они встретились и решили связать свои судьбы. Их семья стала крепче, когда на свет появился Альберт – совершенно здоровый малыш. Супруги получили подарок от благотворительной организации, которая купила им жильё. Однако из квартиры в многоэтажном доме двое молодых людей не могут выйти даже во двор. Поэтому они обратились к президенту за помощью. Написали письмо с просьбой помощи приобрести более эффективную и инвалидную коляску для Валерия. Я подумала, что не так, чтобы реакционировать. И там, как раз, реакционировали. И я подумала, что, поздно, когда, поздно,, когда, поздно, с просьбой, даже зоя и зоя его Альберт. Президент приехал не с пустыми руками. Валерию подарили новую электрическую инвалидную коляску, чтобы он мог передвигаться не только по двору, но и на более длинные расстояния. Подарок был предоставлен фондом супруги президента Дин Суфлет. Без сюрприза не остался и маленький именинник. Младший сын президента Никушор вручил Альберту велосипед, книги и игрушки. Добрые слова прозвучали не только в адрес главы государства, но и его супруги. Галина Дадон неделю назад отметила свой день рождения. Игорь Удадону исполнила сегодня 45 лет. Поздравительные телеграммы поступают сегодня из всех стран. Одним из первых главу государства поздравил кремлевский лидер Владимир Путин. Он пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.